Цифры заболевших коронавирусом продолжают расти. За минувшие сутки в Тюменской области 214 новых пациентов. При этом 15 случаев с летальным исходом. Единственный выход победить пандемию, как утверждают специалисты, вакцинация. Об этом говорили в программе «Вечерний хэштег». Только вот некоторые граждане пытаются избежать прививки, приобретая фальшивые документы. В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде. Чем грозят липовые справки, объяснил адвокат Эдуард Демидов. Любой человек, который приобретает сертификат вакцинирования, заведомо зная, что он при этом не проходит процесс вакцинации, и использует этот сертификат для того, чтобы получить какое-либо право, например, право выйти и устроиться на работу, или же право разделить чашечку кофе в компании эффектной брюнетки в ресторане, совершает уголовное преступление, предусмотренное частью 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.